Вознесение Господня, что можно и нельзя делать в этот праздник приметы. 2 июня 2022 года православные всего мира отмечают Вознесение Господня. Этот день является важным праздником для православных верующих. Он отмечается на 40-й день после того, как прошла Пасха. С этим днем связано много традиций и запретов, среди которых работа в саду и на огороде. Обо всех традициях и табу этого дня читайте в материале Stiller. На 40-й день после того, как воскрес Иисус Христос, Он явился к Своим ученикам и попросил их последовать за Ним на гору Елеон, расположенную за Иерусалимом. На этом месте Спаситель обратился к Своим последователям и благословил их. После этого события Иисус вознесся на небо, и это значило, что Он выполнил свою миссию в мире. После того, как Спаситель вознесся на небо, на камне остался его отпечаток. И эта святыня сохранилась до современности, и в настоящее время располагается в часовне. В давние времена люди верили, что именно с этого дня лето вступает в свои законные права окончательно. После вознесения уже можно не бояться, что будут заморозки и как-то смогут навредить растениям. В утреннее время в этот важный церковный праздник можно собирать росу, ведь она обладает целебными свойствами. Так как вознесение Господне не выпадает на пост, православный христианин может употреблять любую еду. Основные приметы этого дня. Если в этот день нет дождя, озвучено Яндекс Спич Кит. То его можно не ждать еще на протяжении шести недель, первая половина лета будет очень дождливой, если на вознесении есть осадки. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит, если в этот день тепло и солнечно, то можно ждать хороший урожай, а гроза предупреждает о том, что он может быть плохим. Главный этап у этого праздника – под запретом вся физическая работа, отложите все дела на потом. Если есть такая возможность, не обижайте окружающих людей и сами не обижайтесь, под запретом и произношение скверных слов. Нельзя допускать мысли о плохом. Как мы писали ранее, в Украине появится День государственности. Читайте также, что в Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера.